В программе Fashion Story сегодня на Ukrainian Fashion Channel Вера Титова, человек, который владеет марками Ральф, Лорен Хоум, Миссони и дизайнерской студией Вива. Вера, почему мы тебя пригласили? Ты для меня личность, которая задаёшь моду на начинку домов состоятельных украинцев и украинцев, у которых есть вкус. Это фэшн-марки, известные фэшн-бренды, которые уже очень много лет, но Ральф Лорен в частности сделал это первым в мире, и в те же годы приблизительно и марками Миссони, то есть это мы говорим о 70-х, 80-х годах. Они сделали фэшн-линию для дома. До этого этого не было? Кто не думал, что дом может быть модным? Нет, до этого этого не было. В последствии появились некоторые другие марки, там, Арманика, Закибин, Ляйн Хоум и так далее. И эти две марки, они уникальны и самобытны, находятся для меня на разных полях человеческих пристрастий. Ну, Миссони, марка семейная, известно много о семье Миссони, об их семейном бизнесе, об их основном тренде, это цветные зигзаги, узоры, волны и так далее. Это их собственное производство, и текстильное, и трикотажное, и так далее. Они это делают сами, разработали эту концерцию очень давно, и ей, в общем-то, следует последовательно. У этой марки есть круг своих почитателей. Скажи, пожалуйста, вот когда ты с ними встречаешься, ты видишь в них самих ту силу, благодаря которой они создали что-то, что известно сейчас во всем мире? Безусловно. Безусловно. Я не могу сказать точно, сколько разите лет, но около 80, но это абсолютно вот сияющая, живая женщина с очень живым, абсолютно молодая. То есть она не выглядит, во-первых, она не выглядит на свой возраст, во-вторых, не ощущается ее возраст. То есть если посмотреть даже то, как она выглядит, но она вот выглядит, как какой-то такой веселый подросток. Но ты тоже веселый подросток. Может, ты когда-то изобретешь свою собственную марку? Кстати, мысли уже были по этому поводу или нет? Или легче представлять то, что уже есть, и продвигать то, что уже есть? Ты знаешь, мысли были, но мы продвигаем свою марку Вилла. То есть это, скажем так, это бренд, я бы сказала, это дизайн-студия. У нас же два шоурума, и этот бренд Вилла, он себе объединяет, скажем, ту селекцию, которую мы делаем лучшего из лучшего по всему миру. То есть мы покупаем коллекции в Париже, мы покупаем коллекции в Милане, во Франкфурте, привозим из разных стран, из Бельгии, из Франции, из Италии, из Голландии, откуда хотите. В принципе, у нас большой выбор всего того лучшего, что мы уже под своим брендом соединяем. Философия марки Ральф Флорен, почему и она появилась параллельно с Миссони? Ральф Флорен появился у нас в Украине благодаря нам. Это первый, в общем-то, еще нет фэшн-магазина, как известно, но Ральф Флорен Ком мы уже сделали. И получается, что мы два года назад мы стартанули, в мае 2011 года, и это совершенно другое, совершенно другое. Другое какое? Это философия. Вот кто-то не знает еще, кто такая Вера Титуа, они думают, что же она такое другое? Наверное, наверное, Ральф Флорен – это уникальная личность в области и фэшн-индустрии, и маркетинга фэшн правильного совершенно, потому что он создал идеологию, которой вообще изначально не было. Он взял за основу название Пола – это аристократическая английская игра для самых дорогих игр в мире. Это сделал своим брендом, применил все самые лучшие, скажем, вещи аристократические, скажем, какую-то клетку, полоску, рубашка «Оксфорд» – это оксфордская полоска, например, шотландские. Все клетки у него присутствуют в всех коллекциях. То есть это такая сдержанная, элегантная классика. Это такой, знаете, новый взгляд на аристократизм, который, в принципе, изначально не был присущ Америке, но уже можно предположить, что несколько веков он существует, поэтому он уже есть. Америке это был присущ. Мне интересно, насколько это легко продвигать в Украине. У нас же украинцы, ну, до сих пор большинство из них, они любят какую-то яркость неоправданную, какой-то кичи даже отчасти. А ты предлагаешь совершенно другое. Я предлагаю вот такое вот здесь. Опять же, тут мы говорим о двух полюсах. Вот что такое мессония, это яркость, для меня это олицетворение с каким-то там морем, солнцем, яхтой, чем угодно. И Ральф Флоренс, держанный стиль, аборисай. То есть вот это два полюса. Но, в общем-то, тем не менее, все равно, я считаю, что классика, элегантность нашим людям присуща, в общем-то. То есть иначе бы ты просто не развивалась. Есть уже желание двигаться куда-то дальше, завозить еще какие-то марки? Или пока тебе достаточно это поле деятельности? Вот три? Ну, пока да. Это не может происходить так быстро, потому что в любом случае, открывая магазин, мы его открываем по всем правилам. И, кстати, в этом отношении мы флагманы в Украине. Почему? Правильный бизнес мой. Ну, почему? Потому что такие фэшн-бренды, там, как Шанел, Диор или там Луи Витон и так далее, открывают магазин в соответствии с единым концептом в мире. Мы же открыли не фэшн-магазин, а мы открыли магазин для дома. Но, тем не менее, он сделан тоже в соответствии с концептом общемировым. То есть у нас такое же оборудование, как в Нью-Йорке, в Париже или в Лондоне. И не на шаг вправо, не на шаг влево. Не на шаг вправо, не на шаг влево. То есть размер бух одинаковый, схема мерчендайзинга одинаковая. Все коллекции одни и те же, они поступают к нам одновременно со всем миром. Конечно, иначе поступило с их оборудованием. Это просто другой уровень для бизнеса, который связан с интерьером. С мебелью, с аксессуарами, с декором, со всеми. Вера, ну, спасибо, что у нас была сегодня в программе. И нам приятно, что есть такие люди, которые в Украину привозят именно достойные, хорошие марки и меняют вкус украинцев. Я думаю, можно о тебе это говорить. Оставайтесь в Украине на фэшн-ченнел. Украина на фэшн-ченнел. Украина на фэшн-ченнел. Продолжение следует...